В зале администрации района состоялось совещание, посвященное вопросам регистрации сельхозтоваропроизводителей в Федеральной государственной информационной системе «Зерно». В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, Россельхознадзора, начальник республиканского филиала Центра агроаналитики Беслан Чич, руководитель Союза фермеров Адыгеи Аслан Дзихохов, специалисты Управления сельского хозяйства района, руководители крестьянско-фермерских хозяйств. Вел мероприятие первый заместитель министра Республики Адыгея Сергей Шопин. Все перемещения с зерном, которые вы производите, начиная от выращивания, заканчивая продажами, какими-то перемещениями, все будет отражаться в этой системе. Сегодня по нашей повестке мы расскажем вам о ней, покажем наглядно, как в этой системе работать, как регистрироваться в этой системе. Я знаю, что многие не зарегистрированы. Все постараемся в рамках сегодняшнего совещания вам показать и обсудить, ответить на ваши вопросы по максимуму. В ходе совещания участники обсудили запуск Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Было отмечено, что с 1 июля текущего года сельхозтоваропроизводители и прочие участники рынка могут регистрироваться в системе и добровольно вносить в нее сведения о зерне. С 1 сентября 2022 года внесение в систему этих данных станет обязательным. В соответствии с законом Российской Федерации 1973 и постановлением правительства Российской Федерации 1722 медсельхозом в России была создана федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна. Система ГИС была создана для того, чтобы российский зерновой бизнес эффективно работал в условиях прозрачности, а государство могло оценить вклад каждого региона в обеспечение продовольствия и безопасности страны, а также составить карту, качество зерна. Система включает себя очень широкий круг участников, а в первую очередь и основная масса – это сельхозтоваропроизводители. Также участвуют регионаторы, переработчики, актеры, актеры. Помимо частного сектора в системе будут работать ФТС, Минсельхоз России, Ростат, Ростехнодор. С 1 июля в системе начало регистрации сельхозтоваропроизводителей в системе внесение информации с 1 июля носит добровольный характер. С 1 сентября 2022 года предоставление информации становится уже обязательным. Для продуктов переработки это с 1 января 2023 в добровольном характере, а с 1 марта 2023 уже в обязательном. На встрече приглашенным рассказали о порядке проведения государственного мониторинга зерна. Государственный мониторинг зерна – это исследование потребительских свойств проб зерноурожая текущего года, отобранных в местах формирования партии. Самый порядок осуществления рекламентируется положением по госмониторингу зерна, утвержденным в постановлении Правительства Российской Федерации, номер 176, от 15.02.2022 года. В соответствии с этим планом, утвержденным Минсельхозом России, уполномоченным проведением госмониторингового органа госвласти на территории Республики Адыгея является Южное Миргинальное Управление Роскохознадзора и подведомственный ему Новороссийский филиал ФГБУ Центр оценки качества зерна. Теперь подробно необходимо проговорить о самих мероприятиях, которые будут проводиться в рамках госмониторинга. Мы разделяем его на этапы. Первый этап – это внесение сельхозтовропроизводителями в систему вкис зерно всех необходимых сведений о произведенной партии зерна. Эти сведения предусмотрены пунктом 32 правил, утвержденных по основанию правительства 17.22. То есть, таким образом, производитель заявляет о готовности партии к мониторингу. Необходимо отметить, что срок размещения данных не позднее 5-го календарного дня после завершения дня ухода урожая. Здесь подробно, то есть не позднее 5-го дня можно закончить уборку и через час заявить. Может через полчаса, может через день, но не позднее, через 5-5 дней. Это важно. Второй этап. Специалисты нашего филиала отбирают пробы в местах формирования партии после поступления информации о готовности партии к отбору проб. Отбор проб производится по ГОСТам, утвержденным. Следующий этап – это проведение в лабораториях Центра оценки качества зерна и исследование отборных проб для определения потребительских свойств зерна. И четвертый этап, он также важен. Наши специалисты, сведения от партийских свойств зерна, будут забивать во ВГИС-системе. То есть они будут видеть там конкретную партию, конкретное лицо и будут забивать. У нас есть ЭЦП, есть для этого интернет, есть пункты, есть люди, которые это будут делать. Когда наши специалисты забьют все данные во ВГИС-систему, вы будете их тоже видеть и будете отслеживать. Таким образом, проведение госпомониторинга для определительной партии будет считаться завершенным. В соответствии с планом Министерства Ходорсии, госпомониторинг зерна в текущем году обязателен для кукурузы, сои, риса, ржи и гречики. Мы ситуацию изучаем, владеем, получается, сегодня мы заговорим о трех культурах. Что очень важно отметить, госпомониторинг полностью проходит бесплатно, полностью все. И отбор проб, прибытие на место, доставка проб, исследование, внесение, исследование итогов в другие системы. Полностью все этапы бесплатны, абсолютно. Неважно партия, большая, маленькая, все этапы бесплатны. Что еще хочу отметить. Наш филиал является подлинным учреждением Броссихотнадзора. Наш филиал, он на самом деле является ведущим в России. У нас три аккредитованные в национальной системе лаборатории, которые аккредитованы. И с нашими документами уходят пароходные партии за рубеж. Это уровни. В настоящее время какая бьется работа, чтобы все это получилось у нас вместе с вами. Мы ведем активную работу по открытию пункта в республике в целях тесного взаимодействия и удобства участника зерного рынка. Для расположения пунктов мы планируем и уже нашли помещение в непосредственной близости к международному отделу Броссихотнадзора. Гости ответили на все интересующие фермерам вопросы. По итогам совещания отмечена необходимость активизации работы по вовлечению всех товаропроизводителей района, осуществляющих свою деятельность в области зернового комплекса в систему ФГС «Зерно».